Доброе утро, дорогие друзья! Итак, у нас закончился Йом-Кипур. Закончился и запечатан приговор наверху. Мы еще поговорим потом о нюансах, но сегодня о другом. Итак, мы с вами должны верить и верим, что мы получили сверху жизнь, здоровье, заработок. И вообще нам выделено миллион единиц добра. Казалось бы, можно расслабиться. Но! Но! Я попробую очень упрощенно обрисовать очень сложную схему. Из-за каждого плохого поступка человека в мире появляется злой ангел. Он поднимается к Богу и просит, как говорят, пропитание. Говорит ему Творец, тот из-за которого ты создан, позаботится о тебе. Тогда злой ангел спускается и прилипается к человеку, в результате которого поступка плохого он произошел. Теперь, когда Всевышний посылает на этому человеку жизненные силы, то, что называется святость, которая должна превратиться в здоровье, материальные блага, духовные блага. Часть этой святости злой ангел берет себе в пропитание. Если этих ангелов становится много, к человеку приходят, не дай Бог, болезни и бедность. Кроме этого, злые ангелы еще вызывают у человека желание делать плохие поступки с новой стол. Понимаете, все зависит от нас. Давайте еще раз вдумаемся. Слово «мазаль», которое обычно переводят, знаете, «мазлтов», как «удача». Хотя в действительности оно означает поток, «незель», да? Например, поток жидкости, потому что в нем заключена идея перетекания энергии из высших слоев в низшие слои в наше мироздание. Когда говорят, вот у него «мазаль», это значит, что он получил энергию, как мы с вами получили ее в Юн-Кипур. Более неточного перевода, чем «удача», трудно себе представить. Ведь идея «удача» подразумевает полную случайность, непредсказуемость. А «мазаль» это совершенно противоположное. «Мазаль» скрыт только источник, направляющий к нам руках. Как мы видим, все силы зла существуют только за счет святости, за счет вот этой духовной энергии нашей. Наши неприятности всякие мы предопределяем себе в жизни сами. С неба не спускается ничего плохого. Это мы своими действиями превращаем поток данной нам энергии в отрицательную. Вот той положительной энергии, которую мы получили на год, и которая, по идее, должна подарить нам вообще огромные возможности и радости. А мы можем дальше превратить ее во что угодно, не дай бог негативную. И получим силу потенциально, даже не так, давайте я вот скажу, возьмем электрический ток. Если его применить правильно, получишь свет, и он даст свет. Засунь на розетку пальца, и он может тебя убить. В наших руках наше будущее, наш Новый год, наша судьба. Нам это все дано. А что мы это превратим, это уже второй вопрос. Еще говорится интересные слова, которые надо объяснить. Пусть вас настигнут все эти благословения. Что это значит? Расскажу короткую майсу. Много лет назад к крупному Равину пришли спонсоры общины. Говорят, Рэбе, мы тебя уважаем, хотим сделать тебе подарок. Пойдем в магазин головных уборок и выберем себе красивую новую шляпу. Действительно, Равин уже хотел в такой шляпе, мягко говоря, подаренной его родителями на свадьбу. Несмотря на щедрое предложение, Равин говорит, нет, спасибо, я не люблю получать подарки. Спонсоры переглянулись, говорят, Рэбе, давайте мы уплатим за шляпу, вы уплатите за шляпу какую-то символическую шляпу, остальное мы добавим. Равин улыбнулся, говорит, видите ли, новая шляпа не такая дешевая, как вы думаете. Она обойдется минимум в миллион злотых. Почему удивились богачи? Равин объяснил, предположим, я куплю себе новую шляпу, встану перед зеркалом и пойму, что новый головной убор не подходит к моему старому сюртуку. Я пойду к портному за сюртуком, а потом скажу так, новый сюртук истоптанный тут, пойду к сапожнику, буду выглядеть как вот этот, уже красавица, моя жена дальше останется в старом платье, это невозможно. В Талмуде сказано, что о жене надо заботиться больше, чем о себе саму. Итак, жена купит платье, мы пойдем в дом, смотрим, мы такие красивые, старый дом, расшатанные стулья, и надо менять мебель, личную библиотеку. Спонсоры прервали его, говорят, Рэбе, не страшно. Итого, получится, мы сейчас посмотрели, вы рассказывали, 10 тысяч злотых, мы берем расходы на себя. Равин говорит, нет, подождите, новая мебель в старом покосившемся доме, это невозможно. Мне понадобится новый дом, подстать мебели, костюмы, шляпы. Знаете, Рэбе, говорит, один спонсор, посмотрел на другого, знаете, Рэбе, а ведь ваша старая шляпа еще может прослужить несколько лет. Вот именно просиял Равин. Теперь вы сами поняли, что я имел в виду. Именно об этом нам пишут. Благословения должны нас настичь, а не изменить нашу сущность. Мы не ждем того, чтобы сверху спустилось что-то, что сделает нас там, я не знаю, там, полностью другими, поломанными, переделанными. Нет, они должны настигнуть и помочь нам идти по нашему жизненному пути. Итак, перед нами шаббат, важный шаббат перед праздником Сукур. Очень радостный шаббат, очень веселый. И мы вообще должны начать улыбаться, потому что радость это пароль следующих двух недель. Но об этом мы поговорим позже. Брахава Ацлаха, всего самого лучшего. И пусть тот приговор, безусловно хороший, который выписан нам всем на земле, вот на этот год, превратится только в положительную энергию. Брахава Ацлаха. Брахава Ацлах. Брахава Ацлах.